Перспективы взаимодействия между Баку и Москвой прямо сейчас обсудим с доктором юридических наук, чрезвычайным полномочным послом Намика Малимовым, он с нами на прямой связи. Намика Малимов, здравствуйте. Здравствуйте, Эльнар. Азербайджанский лидер на встрече с секретарем Совбеза России отметил и, точнее, расценил даже взаимодействие Баку и Москвы как важный фактор безопасности на Южном Кавказе, и не только, в принципе, и на более широком пространстве. Как в целом сегодня вы расцениваете взаимодействие стран в частности в вопросе безопасности и кого такое положение дел сегодня в нашем регионе может не устроить и кому выгодна дестабилизация? Ну, безусловно, мы с вами свидетелем являемся того, как отношения Азербайджана и России поступательно развивались и развиваются. Мы видели очень важный шаг, когда был заключен договор о союзническом взаимодействии, то есть уровень партнерства был повышен, это наивысший уровень партнерства, который на сегодняшний день существует. И это обозначает, что, в принципе, и Азербайджан, так же, как и Россия, являются гарантами стабильности и мира на Южном Кавказе. Сегодня и политика России, в данном случае, и Азербайджана, они направлены на то, чтобы предотвратить очередную войну, которую, в общем-то, определенные силы пытаются развивать на Южном Кавказе. Мы с вами прекрасно понимаем, что неадекватная политика даже сегодня Армении, она препятствует мирному процессу, подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией, инициатором которого стал, собственно говоря, Азербайджан, который, несмотря на то, что он победил в этой войне и мог бы диктовать слово «побежденному» Армении, он выделил пять принципов урегулирования конфликта, подписания мирного договора, который соответствует общим принципам международных отношений и международного права, принятым во всем мире, и, собственно говоря, заранее обусловил подписание этого соглашения на равных паритетных началах. Армении же, в свою очередь, действует таким образом, чтобы затянуть процесс мирного урегулирования, подписания мирного договора, и это, в принципе, проявляется, как мы все прекрасно знаем, в самом важном требовании Азербайджана, которое здесь имеет место, это внесение изменений в законодательство, в конституцию обмени, потому что они априори делают мирный договор недолговечным. После подписания его в кратчайшие сроки парламент или Конституционный суд могут принять меры для денонсации этого договора и для его нейратификации. Для этого есть все правовые основания. Поэтому изменение Конституции Армении является важным фактором. Вот такая, какая-то достаточно противоречивая ситуация складывается сегодня. Армения является членом ОДКБ, и в этой ситуации отношения между Россией и Арменией находятся в критическом состоянии, в то время, когда Азербайджан не является членом этих организаций, в то же время, следуя своей последовательной политике, основанной на принципах ООН, на принципах ОБСЕ, осуществляет последовательную политику на поддержание мира и безопасности в регионе Южного Кавказа и в то же время поддержание добрососедских отношений со всеми своими соседями прежде всего, а также с другими странами, которые являются партнерами Азербайджана. Да, нам хотелось бы еще затронуть другую тему, в частности, дискриминационные высказывания представителей Евросоюза по Южному Кавказу, Туэва Клара, в отношении изгнанных из Армении азербайджанцев. Итак, этот вопрос, как показывает история, яро не был в центре внимания мирового сообщества, к большому сожалению, нежели ситуация с армянами, которые добровольно покинули территорию Карабахского экономического района Азербайджана, откуда их никто не выгонял, в то время как азербайджанцы были насильственным образом изгнаны из Армении. Это ли не очередное проявление двойных стандартов? Я думаю, что здесь это более чем проявление двойных стандартов, это еще не объективный предвзятый подход к оценке ситуации, который есть, и подход, который противоречит нормам международного права. Вот посмотрите, сегодня, когда говорят о освобождении азербайджаном оккупированных территорий и добровольном выходе армян с территории Азербайджана, а это подтверждается многочисленными доказательствами, в том числе видеокадрами, видеофактами, и здесь никто ничего не может сказать, и только поэтому раздаются вот такие тихие голоса, маленькие шпильки, вместо того, чтобы, если бы это было действительно изгнание, если это действительно была бы этническая чистка, вы представляете, что сейчас творилось бы в отношении Азербайджана? Поэтому здесь говорить о том, что здесь какое-то насильственное изгнание армян из территории Азербайджана, это, я думаю, что ложь, которая, в общем-то, является открытой и не будет вызывать сомнений, что это ее происхождение. Здесь речь идет о чем? Речь идет о том, что, во-первых, эти события надо рассматривать не как первопричину, а как последствия оккупации и в свое время изгнания в конце 80-х, в начале 90-х годов, азербайджанцев из Армении, а затем с территории Карабахского региона Азербайджана. Вот это является первопричиной. И события, связанные с деоккупацией и с выходом, исходом армян с территории Азербайджана, это последствия той агрессии, оккупации, которая была совершена в 80-х, 90-х годах. Поэтому вот рассматривая этот вопрос, все это надо рассматривать в связке. И потом, когда мы говорим о том, что армяне являются беженцами с территории Азербайджана, здесь не только, не просто это ложь, это ложь, противоречащая нормам международного права. Если мы обратимся к статье первой конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года, то мы увидим, что беженцами признаются лица, которые в силу вполне опоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, они находятся вне страны своего гражданства и не могут пользоваться защитой этой страны или не желают пользоваться этой защитой. Так вот, армяне, покинувшие территорию Азербайджана, не являлись гражданами Азербайджана, они не являлись гражданами той страны, на которой проживали. Они являлись иностранцами, у них у всех были армянские паспорта, в небольшой численности их были российские паспорта. И они, как иностранцы, могли проживать здесь очень и очень короткий период, так как это принято во всем мире. После этого они должны были предпринять соответствующие шаги для того, чтобы или обратиться за гражданством, или получить право на постоянное место жительства и так далее. То есть то, что предусмотрено и в международном праве, и в национальных законодательствах тех или иных государств. Я здесь хотел бы затронуть еще один момент. Не все армяне, этнические армяне, которые покинули территорию Карабахского региона Азербайджана, являются, или точнее, обладают в одинаковой степени правами, скажем, на приобретение азербайджанского гражданства и возвращение. Да, кто-то может получить азербайджанское гражданство при желании. Это предлагалось им, когда они покидали нашу территорию, об этом говорил наш президент, и в дальнейшем, приобретя гражданство, жить и трудиться на территории Азербайджана. Это может иметь место при определенных условиях, если азербайджанцы будут возвращаться в тот регион. Но это касается не всех тех, кто покинул эту территорию в 23-м году. Все этническое население, армянское население, которое покинуло этот регион, можно условно подразделить на четыре группы. Первое – это лица, которые проживали в Карабахском регионе до начала конфликта в 88-м году. Второе – это лица, переселившиеся в Карабах в период конфликта с целью участия в 92-м, 94-м годах, с целью участия в туристических действиях, оккупации азербайджанских территорий. А затем оставшиеся на этой земле и создавшие семьи и так далее, проживавшие вот эти годы там. Третье – это лица, которые переселились на постоянное место жительства после 92-го, 94-го года. Вы знаете, это имело место. Переселялись из Сирии, из Ливана, значит, некоторые армянские семьи. И четвертая категория – это лица, оставшиеся в Карабахе в составе оккупационных войск частей вооруженных сил Республики Армения и других незаконных вооруженных формирований. Так вот, из этих четырех категорий только первая категория может теоретически обладать правом на обращение за получением гражданства и, значит, проживанием, возвращением на эти территории. Поэтому то, что мы слышали от некоторых европейских чиновников и то, что мы слышали в последнем заявлении Клары, я думаю, что это неуважение к международному праву, это неуважение тех ценностей, которые есть в демократическом обществе и тех, значит, идей, на основе которых создавалась вот европейское сообщество. Да, да, безусловно. Спасибо вам большое, Намик, Налим, что были сегодня с нами. Вам всего доброго. Всего доброго. С нами на связи был доктор юридических наук, полномочный и чрезвычайный полномочный посол Намик Алиев. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!